ТОМ 15 ГЛАВА 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВАНИЯ ПЕТРА I АЛЕКСЕЕВИЧА ДВА ФЕЛЬДМАРШАЛА ПЁТР В ПОЛОЦКЕ ПРОИШЕСТВИЕ В УНИАДСКОМ МОНАСТЫРЕ ПОРАЖЕНИЕ ШЕРЕМЕТЬЕВА ПРИ ГЕМАУРТ ГОФЕ ПЁТР В КУРЛЯНДИЕ ОГЕЛЬВИ И МЕНЬШИКОВ ПАТКУЛЬ В САКСОНИИ ДЕЛАЯ ПЕРЕДАЧИ РУССКИХ ВОЙСК В АВСТРИЙСКУЮ СЛУЖБУ ПАТКУЛЬ СХВАЧЕН САКСОНСКИМИ МИНИСТРАМИ И ЗАКЛЮЧЕН В ЗОНЕНШТЕЙН ПОСОЛЬСТВО ШЕНБЕКО К ЦАРЮ С ОБЯСНЕНИЯМИ ПО ЭТОМУ ДЕЛУ ПОХОД КАРЛА XII В ЛИТВУ ЗИМОВКА РУССКОГО ВОЙСКА В ГРОДНО ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕГО ОТТУДА УВОЛЬНЕНИЕ У ГЕЛЬВИ ПЁТР И МЕНЬШИКОВ В КИЕВЕ НЕУДАЧНАЯ ОСАДА ВЫБОРГА БИТВА ПРИ КАЛИШЕ КОРОЛЬ АВГУСТ ЗАКЛЮЧАЕТ ОТДЕЛЬНЫЙ МИР С КАРЛОМ XII ПЁТР В ЖОЛКВЕ СНОШЕНИЕ С ПОЛЬСКИМИ ВЕЛЬМОЖАМИ И КАНДИДАТАМИ НА ПОЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ МАТВЕЕВ В АНГЛИИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГЕРЦОГУ МАЛЬБОРА РУССКОГО КНЯЖЕСТВА СНОШЕНИЕ С ФРАНЦИЮ И АВСТРИЮ ПЁТР ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ ПРИНЦУ ЕВГЕНИЮ САВОЙСКОМУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛСТОГО В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ПОСОЛЬСТВО КНЯЗЯ КУРАКИНА В РИМ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕТРА К ВСТРЕЧЕ НЕПРИЯТЕЛЯ В РОССИИ БАШКИРСКИЙ БУНТ БУЛАВЕНСКИЙ БУНТ ВСТРЕТИВШИЕ НОВЫЙ 1705 ГОД В МОСКВЕ ПЁТР В ФЕВРАЛЕ ОТПРАВИЛСЯ В ВОРОНЕЖ, ГДЕ ПРОВЕЛ ДВА МЕСЯЦА СПУСТИЛ 80-ПУШИЧНЫЙ КОРАБЛЬ СТАРЫЙ ДУБ ВЕЛЕЛ АПРАКСИНУ К БУДУЩЕЙ ВЕСНЕ ПРИГОТОВИТЬ ДЕСЯТКА-ДВА СЛЕШКОМ СУДОВ И В КОНЦЕ АПРЕЛЯ ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ ЗДЕСЬ БЫЛ ЗАДЕРЖАН СИЛЬНУЮ ЛИХОРАДКУ И В САМОМ КОНЦЕ МАЯ ОТПРАВИЛСЯ В ПОЛОЦК ГДЕ УЖЕ БЫЛО СОБРАНО БОЛЬШОЕ РУССКОЕ ВОЙСКО ТЫСЯЧ ШЕСТДЕСЯТ У ПЕТРА БЫЛО ДВА ФЕЛЬДМАРШАЛА ШЕРЕМЕТЬЕВ И ОГЕЛЬВИ ПОСЛЕДНЕМУ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ОДНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ НО ЭТО БЫЛО ПРОТИВНО ОСНОВНОЙ МЫСЛИ ПЕТРА НЕ ДАВАТЬ ИНОСТРАНЦУ ГЛАВНОГО НАЧАЛЬСТВА УПРОЖНЯТ СВОИХ И ОН РАЗДЕЛИЛ ВОЙСКО МЕЖДУ ДВУМЯ ФЕЛЬДМАРШАЛАМИ ОГЕЛЬВИ БЫЛ ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН КНЯЗЬ РЕПНИН ПИСАЛ МЕНЬШИКОВУ СЛЫШАЛ Я НЕ ПОДЛИННО БУДТО ГОСПОДИН ФЕЛЬДМАРШАЛ ПИСАЛ О РАЗОРЕНИЕ ОТ НАШИХ ВОЙСК К ПОЛЯКОМ ИСТИНО НЕ МОГУ Я ПРИЗНАТЬ КАКОГО НРАВУ СТАЛ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ПРОШЛЫМ ГОДОМ ЗИЛО НЕ ПРИСТУПИН ЖИВЕТ В КЛЯШТЕРЕ ЕЗУВИТСКОМ И ПОВСЯК ЧАС АНИ У НЕГО ДАЙ БОЖИ, МИЛОСТЬ ТВОЯ К НАМ ИЗВОЛИТ ПРИЕХАТЬ И ВСЕ САМ УВИДИТ А РАЗОРЕНИЕ ПОЛЯКОВ ЕСЛИ Б КАКОЕ БЫЛО МИЛОСТЬ ТВОЯ УЖЕ ДАВНО САМ СТЕЙ ИЗВОЛИЛ БЫ СЛЫШИТЬ И ВИДИТЬ НО КТО БЫ НИ БЫЛИ ВОЖДИ И КАК НЕ РАСХВАЛИВАЛИ ИНОСТРАНЦА РУССКОЕ ВОЙСКО ПЁТР ТРЕБОВАЛ ОДНОГО ЧТОБ ОТНЮТЬ НЕ ДАВАЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО БОЯ ШВЕДОМ ПЁТР НАЧАЛ В ПОЛОЦКЕ ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО ПРИХОДИЛИ ИЗВЕСТИЯ Как шведам не удалось напасть на Петербург с моря и сухого пути Но окончилось пребывание в Полоцке печальным происшествием Петр был раздражен против униадского духовенства Которое имело тайное сношение с шведами и сапеженцами Ковреду русского войска Один из монахов, бывший прежде православным Отличался сильными выходками против русских Возбуждал народ к тайному побиению царских солдат Бронил Петра и короля Августа Петр молчал, потому что считал неблагоразумным Вступя союзником во владение республики Начать преследованием униатов И тем возбудить подозрения в правительстве И католическом народонаселении Литвы и Польши Но судьба хотела иначе Вечером 30 июня, накануне отъезда из Полоцка Он зашел своими приближенными посмотреть униадский монастырь Масло было подлито в огонь Уже существовавшее раздражение усилилось Когда монахи не пустили его в алтарь Как противника их веры Петр сдержался, однако, и тут Увидавший образ, отличавшийся особенными украшениями Он спросил «Чей это образ?» Монахи отвечали «Священномученика нашего Иосафата Кунцевича Которого ваши единоверцы умертвели» Тут Петр уже не выдержал И велел своим приближенным схватить монахов Но монахи, видя малочисленность царской светы, не сдались Начали кричать о помощи Сбежались послушники вооруженные Началась свалка И некоторые из царских приближенных были ранены Наконец, русские одолели Четверо униатов были смертельно ранены В этой схватке раздражение Петра достигло высшей степени И он велел повесить монаха, отличавшегося своими выходками, против него в проповедях Этим печальным событием воспользовались С одной стороны католики, не применувшие раскрасить его своими красками С другой стороны, внутренние враги Петра Которые также раскрасили события своими красками В 1708 году каторжный колодник бывший солдат Иван Архипов говорил Когда Петр был в Полоцке И в то время день Петра и Павла пришелся в пятницу Государь заставлял благочестивой верой Чернецов есть мясо Они не согласились Петр позвал их в церковь молебен слушать И как стали молебен служить, государь вынул палаш И двух человек убил до смерти, третьего ранил В это время было видение Иисус Христос в облаках, держа в одной руке копье В другой огненные стрелы, говорил с гневом Время его за такое дело покарать Но Богородица просила ждать покаяния 1 июля царь вместе с полками отправился из Полоцка-Вильна Отпустивший за несколько дней Шереметьевы против шведов Находившихся в Курляндии под начальством генерала Левенгаупта 22 июля царь получил известие Что Шереметьев разбит при Мурмызе Или Гемауэрт Гофе 15 июля Шереметьев, русский фельдмаршал, которого имя было связано с первыми успехами над страшными шведами Русский фельдмаршал, которого Петр решился поставить рядом с рекомендованным за границу Гюльви Сия потерка, по словам Петра, учинилась таким образом Фельдмаршал Шереметьев с кавалерией, когда приблизился к неприятелю А пехоты и пушки еще не поспели Тогда, не дождався он их старым обычаям, бесстройно ударили на неприятельскую кавалерию Которую так сломили, что некоторые из них явились в пруссах Тогда генерал Левенгоупт с пехотой отступил к лесу И наши вместо того, чтобы дожидаться пехоты и атаковать неприятельскую пехоту Ударились об оз грабить неприятельский А тем временем наша пехота приспела, которую Левенгоупт атаковал и с поля сбил А кавалерия, увидя то ушла, а пушки наши неприятель на завтре нашел И так усами своей потерке виноваты Это известие составлено не очень удачно Выражение «старым обычаям бесстройно» Скорее может относиться к последующему, чем к начальному действию русской конницы Ибо хотя она ударила и старым обычаям бесстройно, однако сломила неприятеля Преобразователь не удержался от желания укорить старые обычаи Но преобразователь не изменил своему величию в ответе Шереметьеву Здесь он стал в уровень с тем великим народом древности, который благодарил своих разбитых полководцев за то, что они не отчаялись в спасении республики Петр писал Шереметьеву Не извольте о бывшем несчастье печально быть Поня же всегдашняя удача много людей вела в пагубу Но забывать и паче людей ободрять 1 августа Петр выступил из Вильны в Курляндию Ему хотелось перенять Левенгаупта, которого Шереметьев должен был отрезать от Риги С этой целью он послал Шереметьеву наказ Пойти как можно скорее отрезать неприятеля от Риги Отрезав отнюдь боя не давать Но на переправах держать А если сильно захотят перейти, то закопать перед собою, чтобы им, конечно, пресечь путь И на каждый день посылать к нам письма, что чиниться будет, чтобы нам о всем быть известным И потому немедленно поспешать Сказать всем под смертью, что по тем статьям делали, каковы даны 703 году, когда шли на Крон Георта Так уж отнюдь бы не скакать за неприятелем, хотя он и бежать будет Но шагом или по нужде малую грудью, под смертью же Поручение было трудное, Шереметьев отвечал Тебе, государю, известно, что неприятель с пехотой и пушками Если пойдет на нас всею силою, как будем управляться с фузеями против пушек? А у меня никаких окопных припасов нет, все отусланы с пехотными полками в Полоцк Но дело не дошло до управления с фузеями против пушек Ливенгаупт успел перебраться за Двину к Риге, к большому неудовольствию Петра, который писал Головину Мы здесь великое несчастье имеем Понеже господин Ливенгопт, яко нарцисс от Эхо, от нас удаляется Приказавши Шереметьеву сторожить шведов на левом берегу Двины против Риги, Петр пошел отобрать у них Метаву После семнадцатидневной осады шведы сдали столицу Курляндии 2 сентября Вслед за тем сдали Бауск Петр писал о Метаве Рамадановскому Мы видели, что в Метаве Петр получил известие об астраханском бунте Вследствие чего один из фельдмаршалов Шереметьев был отправлен на восток Но от этого другому фельдмаршалу Огельви, оставшемуся теперь единственным в западной армии, не стало легче При войске находился любимец государя принц Александр, то есть Меншиков К которому все обращались, особенно русские генералы, и которому Петр доверял больше, чем иностранному наемнику Разногласия между Огельви и Меншиковым началось по поводу выбора места для зимних квартир Огельви самым удобным местом казался Меречь, Меншикову Гродно, как более укрепленной природой, где и с небольшими силами можно долго держаться против неприятеля Меншиков писал Петру «Я рассуждаю, сделу не рад он Огельви моему приезду, и все делается вопреки мне» Петр согласился с Меншиковым, и войско введено в Гродно, куда отправился из Метавы и сам царь В октябре сюда же приехал и король Август, которому Петр дал главное начальство над войском, а сам в декабре отправился в Москву Таким образом, сильное русское войско введено было в Литву для соединенного действия с войсками Августа против шведов Исполнилось то, чего так желал Паткуль, но он не радовался исполнению своего желания Мы оставили его в Саксонии в очень затруднительном положении относительно русского войска, ему веренного В Москве жалобы князя Д.М. Голицына производили впечатление И Паткуль в начале 1705 года счел нужным оправдаться «У меня нет намерения, – писал он Головину, – отставить всех московских начальных людей Потому что я нахожу между ними таких, которых, когда хорошо выучится, не отдам и за многих немцев С московским человеком лучше имеет дело, чем с немцем Потому что первый лучше знает, что такое послушание А второй очень много рассуждает Над немцами должно наряжать большие военные суды А москвичи в своих квартирах так покойно живут, что жалоб на них почти нет И для всей земли они гораздо сноснее, чем свои саксонские солдаты Удивительно, что я по сей времени одного московского солдата не предал смертной казни Господин князь Голицын теперь лучше стал себя вести И ваше превосходительство, будьте благонадежны, что я с радостью ему угождаю ради его изрядной фамилии Вслед за этим письмом новые жалобы на худое состояние русского войска Мы сидим здесь в тесноте И царского величества вспомогательные войска худую фигуру представляют Потому что почти нагие ходят и при дурном своем уборе И негодном ружье никакой службы показать не могут Русские деньги принуждены мы разменивать с большим убытком И те скоро издержатся И не знаю, каким способом будем содержать этих бедных людей Король Польский часто попрекает мне за такую плохую помощь Тогда как он исполняет все условия союза и наследственные свои земли разорил Я против явной истины не могу ему ничего говорить Из Литвы приходят великие жалобы на царские войска, там стоящие Король об этом сильно скорбит и вместе с благонамеренными поляками опасается Что эти вспомогательные войска произведут ненависть И вместо ожидаемой пользы навлекут на королевскую шею беспокойствие и несчастье Ваше превосходительство требует, чтобы русским войскам скудости в провианте не было Но я уже доносил, что в здешней малой земле провианту мало и очень он дорогой Вскоре опасаются совершенного голода Офицеры продали лошадей, обоз, платья и все прочее И часть их уже ходит по дворянским дворам и просит хлеба Артиллерию невозможно с места сдвинуть Потому что все станки и телеги очень дурно сделаны И железом дурно окованы, очень стары и негодны Большая часть лошадей от скудости кормов и трудного похода померли Так что до начала нового похода ни одной не останется То же самое с мушкотерскими лошадьми У которых телеги все переломаны А здесь их нельзя так дешево сделать, как на Москве Потому что ни куска дерева даром не получишь Король еще здесь, в Дрездене И неизвестно, скоро ли и пойдет ли, когда в Польшу Здесь по всех делах большая смута Думаю только о забавах, а важные дела оставлены Если можете, ваше превосходительство, от двора этого меня избавить То буду вам вечно благодарен Бог ведает, что из этого всего выйдет Король Прусский уже дважды собственноручно писал сюда к своему министру Приказывая ему меня остереть, чтобы я не дался в обман Потому что тайно устраивается мир Я о королю польском об этом говорил, но в ответ получил одни неты Что тогда делать, если король шведский будет нас держать в постоянной осаде И войскам царским ни за деньги, ни без денег пропитаться будет нельзя Могу ли я тогда передать их другому государю?